Опускаемся вниз, сгибая колени на стол. Это глубокий приз. Зачем ты меня так глубоко сажаешь? Нет, это не глубокий. Женщина должна быть веселой, нравится мужчинам. Щи это с огурцами солеными. Конечно! Ну ты что? Конечно, щи это с солеными огурцами, потому что это рассольник. Итак, последний этап перед финалом проекта Миссис Блокнот Волгодонска 2022 года. И этот этап интеллектуальный. И сегодня своим интеллектом блеснет участница по имени Светлана Коломытцева. Света, привет! Приветик! Ну что, как у тебя с эрудицией и вообще с интеллектом? Ой, ну не сказала бы, что очень хорошо. Ну как ты думаешь, это больше всего? Потому что, во-первых, блодинка, во-вторых, еще и спортсмен. Да. Поэтому... У меня есть немножко такая отмазка для зрителей. Я сейчас нахожусь на безуклеводной диете, готовлюсь к соревнованиям, так что могу тормозить еще больше. По мне хоть незаметно, я тоже на этой диете, поэтому я всегда торможу. Кто из ныне живущих женщин, на твой взгляд, самая успешная? Успешная? Ну, из известных, может быть, из близкого окружения ты кого-то хочешь или можешь выделить? Себя ты можешь назвать, почему нет? Давай я назову себя. Давай назови себя. А почему ты так считаешь? Ты считаешь себя успешной женщиной? Да, я добилась многого в этой жизни. Я так оценила свою жизнь, разложила по полочкам и вспомнила годы детства, школьные годы, какие у меня были мечты, к чему я стремилась. И вот сейчас я прям чувствую, что я достигла этого всего. Три реализованных мечт. У меня есть семья, любимая семья, дети, прям как я хотела, и мальчик, и девочка. Я реализовалась в профессии, и я счастливая. Просто счастливая еще на безуглеводной диете. Да, кстати, это тоже мечта, я тоже о ней мечтала. О соревнованиях. О соревнованиях, это была диета безуглеводной. Нет, нет. Ну а у тебя есть же по-любому, как бы, у человека, если нет мечты, как бы, он, в принципе, скучно живет. Какие у тебя еще планы на будущее? Ну, я хочу много путешествовать. Без детей? Можно и без детей. Это желательно. Ну, как бы, мечта сбылась, мальчик, девочка, как бы, пусть их воспитывают дворовые собаки, а я полетела путешествовать. Нет, почему? Можно иногда и одной, можно и с мужем, можно и всем вместе. Вот это вот идеальный, мне кажется, рецепт успешных отношений семейных. Можно иногда одной. Хорошо, к следующему вопросу мы приступим. Что бы ты выбрала, быть безупречно красивой или интеллектуально умной? Прямо надо выбрать. Ну, конечно, либо ты красивая, либо ты умная. Хочу быть красивой и умной. Ну, так не получится. Либо ты максимально красивая, либо ты максимально умная. Здесь, как бы, мы по максимуму берем. Давай я буду красивая и учиться быть умной. И учиться быть, и учиться учиться. Да. Хорошо, а почему ты так выбрала? Ты считаешь, что интеллект должен быть вторичным фактором, нежели внешний? Ну, я думаю, женщина должна быть весёлой, нравится мужчинам, и получать от этого удовольствие. А мужчина пусть решает уже твои проблемы, которые возникают. Ты сейчас про себя обобщила. Мне кажется, сейчас муж много узнает о тебе, что ты хочешь нравиться мужчинам, чтобы они решались за тебя, которые проблемы. А почему нет? Каждая женщина хочет нравиться мужчинам. Не так? Если что, это всё безуглеводная диета, когда муж будет подавать заявление на развод. Муж это знает. Да? Да. Ну, что тебе хочется, нравится окружающим? Да. А что тут такое? Нет, ничего такого нет. Нет, просто многие же, получается, собственники в отношениях, и поэтому некоторые не приемлят подобное поведение. Как бы ты должна быть для него красивая, как бы дома ходи красивая, на улице ходи все грязно. А на улице некрасивая, да? Грязная вся, да? Нет. Я везде и всегда красивая. Вот, молодец, самое главное. Хорошо, следующий вопрос. Как ты поступишь, если застанешь своего мужчину с другой в постели? Как я? Присоединись. Я, скорее всего, уйду. А потом? Путешествовать. Уйду, пусть меня ищет. Просит прощения. Где он тебя будет искать? Под мостом? В данный момент я не буду никаких там предпринимать действий, просто развернусь и уйду. Ну, то есть ты говоришь, пусть он меня ищет, просит прощения, следовательно, как бы, ну, простить ты можешь. Ну, смогу. Сколько человек живет в Волгодонске? Начнем с малого. О, это я знаю. Сколько? Сто семьдесят тысяч. Правильно, аплодисменты, мне кажется. Мы просто здесь сидим одни, как бы мы сами включили камеры, нам даже аплодировать никто не будет. Хорошо, сколько человек живет в России и проживает? В России? Да. Примерно 150 миллионов человек. Ну, 145 миллионов, как бы, в принципе, рядышком. Хорошо, теперь в мире сколько на сегодняшний день? В мире мы вчера повторяли с сыном, он сказал, примерно 8 миллиардов. Правильно, сын на пятерку, да? Сын молодец. Хорошо, следующий вопрос. Какой химический состав входит в состав отбеливающих средств? Хлор. Правильно. Ну, видишь, вот более уверенности. А ты вот говоришь, безуглеводная диета, на хлоре ты сидишь. Все понятно. Без чего нельзя приготовить борщ? Без мяса, без капусты. Без капусты, скорее всего. Борщ. Борщ. Ну, без мяса ты еще можешь приготовить, а без капусты тоже не борщ. А что это? Суп какой-то. Без чего? А, вообще все ингредиенты нужно перечистить? Нет, просто на то, из чего нельзя приготовить борщ. Но борщ есть, еще и есть борщ. Чем отличается щи от борща? А, свекла, что ли? Ну, может быть. А, щи, это с огурцами солеными. Конечно. А, вот. Ну, ты что? Конечно, щи, это с солеными огурцами, потому что это рассольник. Вот. Хозяйка-то так себе, видимо, поэтому ты на безуглеводной диете сидишь. Хорошо. Следующий вопрос. Какое самое большое однозначное число? Однозначное 9. Ну, правильно. Ну, вот видите, я бы не ответил, я бы сидел, бы думал, так, во-первых, однозначное, что это? А это значит одно, это не два. Следующий вопрос. Помнишь ли ты таблицу умножения? Ну, так себе. У тебя хорошо с ним? Да, могу так посчитать, прикинуть. Ну, ладно, давай, 8 на 9. 8 на 9. Давай вырежу. Так, 9 на 9, 81. 7. Да блин, поюро. Да что это? Андрей Сечин, привет. Это кому-то сейчас передала привет? Это мужчине, который решает за тебя проблемы? Нет, это мой коллега, который все время смеется с меня, что я не знаю таблицу умножения. Ну, вот сейчас нужно блеснуть. 8 на 8, 64, плюс 72. Вот, видишь, зря ты предпринял человека. Конечно, человек, который на тобой смеется. Какой твой любимый писатель? Ну, и какое твое любимое произведение у этого писателя? Ой, я даже не знаю. Ну, нет любимого у меня. Ну, вообще, какое-нибудь произведение, которое тебе очень сильно нравится или понравилось, и когда ты прочитала его, ты водухотворилась. Я не читаю книги. Ну, вообще, какой жанр твой самый любимый? Про любовь что-нибудь. Ну, романы, получается. Ну, а почему ты не читаешь романы? Или ты, в принципе, просто не любишь читать? Не знаю, почему-то не люблю читать. Начинаю засыпать сразу. Вот о чем вообще книга, которую ты последнюю прочитала? Ну, допустим, техника выполнения упражнения присед. Пусть будет. Ну, ты можешь показать что-то вот сейчас вот на камеру? Ты можешь показать, что ты там выучила? Конечно. Во-первых, ставим стопы на уровне тазобедренного сустава. Тазобедренный сустав у нас не очень широкий. Вот это вот получается. Колени у нас слегка согнуты. Пресс напряжений. Мышцы коронапряжения. Таз немножко подкручен вперед. Спина прямая, лопатки приведены. И движение начинаем с отведения таза назад. И опускаемся вниз, сгибая колени на стоп. Это глубокий приз. Зачем ты меня так глубоко сажаешь? Нет, это не глубокий. Это, возможно, у тебя пока тело еще не позволяет так присесть. Ну, я извините на безуглеводной диете. Давай еще раз попробуем. Зато я книжку читаю. Отводим таз назад, как будто хочешь сесть на стул. Как будто в туалет хочу. Давай. И? Молодец. Оп. А колени на стопы. Можешь чуть-чуть пошире пятки поставить. Вот. Вот. Поехали. Таз назад. Молодец. Я знаю. Я не только читаю книги, но еще и присаживаюсь. Тебе можно гантельку еще перед собой. Будет вообще отлично. И сознание потерять, и кровь из носа пойдет. Спасибо. Ну что, Света, спасибо тебе большое за интервью. Вот видишь, ты больше переживала. Все было неплохо. Теперь, если хотите хорошо присаживаться, учите таблицу умножения.